Доброе утро, дорогие друзья! Приветствую вас в городе-курорте Анапа. И мы находимся сейчас как раз таки в том месте, где вчера там возились дюнь песок. Приехала администрация, полиция, там очень много-много всяких разных людей, которые тут разбирались. В общем, администрация сказала, что отправили все запросы там, вызвала Черноморскую прокуратуру, там еще куда-то. Но почему-то вот слова не скажено о том, что вот сюда завозили песок, там вот даже через низ под забором видно. Да и вчера жена сняла, как там между домами было видно, песочек летал, раскидывался по территории. То есть это завоз на свою территорию, а водитель пояснил, что они убирали наносы песка. Наносы песка откуда? С дюн. То есть это самое интересное. Дюны все созданы наносами песка, то есть без наносов песка нет дюн. То есть они хотят уничтожить дюн, они это сами подтверждают, администрация говорит, будем разбираться. То есть вам уже сами рассказали, что они делали и чем страдали. К сожалению, вот он знак стоит, песок сюда не вернулся. Вот вы видите, какой ущерб был причинен, прям очень интересно. Здесь, наверное, кубов 7-8, может быть, даже больше вывезли песочка. Успели, по крайней мере, до того момента, как приехал. Все, и ДПС, и все подряд. И начали штраф выписывать. Так, доброе утро. Это одна из таких интересных толстей. Вторая у нас вчера. Наши риелторы начали пылесосить своих клиентов, выставлять вообще личные данные. Это, конечно, просто восхитительно. Такого, если ты не ожидал, люди начали негодовать, жаловаться. Ну, как говорится, это не от меня зависит. Это принимают решения люди. Они сначала говорят, что мертвые дельфины, это нормально. Потом и личные данные своих клиентов выставлять тоже нормально. Поэтому не ко мне вопросы, ребят. Всегда улыбайтесь риелторам и не думайте ничего плохого им сказать. Вот можете мне говорить. Я Карталу Родден. Там много-много всего, о чем вы там выбираете в выражениях. Но вот туда ни в коем случае. А то все обнародуют и будет все очень плохо для вас. Поэтому думайте всегда. Ну, а мы приближаемся к морю. Сегодня просто великолепная погода. У меня ребятки опаздывают. Поэтому я решил пойти сначала снять свой видеосюжет и пораньше загрузить. Время у нас сейчас 7.08. 26,6. Температура воздуха. Мне кажется, там на море просто великолепно. Я, тем более, вдалеке, по-моему, сейчас видел дельфина. Подходил, но второго выхода не заметил. То есть по глубине они плавают на более длительные расстояния. И сейчас мы их, к сожалению, не заметим. Если они не подойдут к берегу. Потому что там, кажется, скорости у них. Сами кто смотрел, дельфинов с квадриками у меня очень большие. И они преодолевают просто огромнейшее расстояние. Но мы тем временем уже добрали. То есть 7 утра, ребят. Великолепная погода дает возможность очень большому количеству людей находиться уже на пляже. Купание у нас разрешено. Штормов у нас никаких нет. Вчера поступали, кстати, жалобы на водоросли. О том, что вот там появились на некоторых пляжах. Воброе утро. Посмотрим, что у нас здесь. Я сам не знаю. Тоже иду в первый раз. Сейчас глянем. Ну, у нас все, как всегда, стабильно. Хорошо и прекрасно. Сейчас, пока мы узнаем температуру водички. Пару приветов просили передать. Выбирайте правильные места. То есть не сидите на одном. Как хорошо, мой. Слушайте, я бы сейчас еще искупался. Слишком хорошо. Даже не верится. Доброй ночи. Просим вас поздравить с днем рождения. Галину Безвеселенную из станицы Павловской. Пожелайте ей здоровья, всех благ, почаще отдыхать. Витязево. Ведь здесь есть все душевные атмосферы и хорошее настроение. От Рифхата, Ирины и Софьи. Заранее спасибо. Галина, с днем рождения. Витязева побольше. Море побольше. Хороших эмоций побольше. Пускай в вашей жизни все случается и получается. Именно так, как вы об этом мечтаете. И самое главное, мечтайте, наслаждайтесь и приезжайте. Будем вам очень-очень-очень рады. Юрий Озаровский, при этом из Анапы. Владимир Николаев вчера задонатил нам 400 рублей. Написал, привет всем отпускникам на лучшем курорте Витязева. Всем здоровья и позитива. Юра, тебе плюсик. Еще и подписчиков. Молодец. Владимир Николаев, от души вас тоже благодарю. Вчера я просто пропустил ваш донат. Спасибо огромнейшее. Ну, собственно, Анапа небольшой дымки стоит. С утра стабильно у нас катаются машины по пляжу. Уже не удивляемся. Не забывайте, их можно отправить в Азову природоохранную Черноморскую прокуратуру, указав тайминг в видео, во сколько проехала эта машина и свое негодование этим. То есть ребятам придут птички, как говорится, письма счастья. Температура воды с утра 25,5. Температура чистейшего моря, вот так правильно сказать. Великолепно, не пятца, да. Ну что, дорогие друзья, с вами был Юрий Озаровский. Стабильно не забывайте ставить лайк, дизайк, писать комментарий. И самое главное, подписывайтесь и правильно колоточек. Всем доброго, бодрого утра. Анапа ждет вас. Ну, сегодня 31 на 7, 2020. Это последний день 2020 июля.